Так вот, а почему деградирует наше уникальное тело, которое может жить, ну, как минимум, несколько сот лет? Почему мы так мало живем? Когда начинается деградация нашего тела? Что такое наше тело? Что такое наша физиология? Как она устроена? Сегодня об этом. Так вот, деградация нашего тела начинается с нашего зачатия, к сожалению, как бы это ни звучало грустно, потому что 9 месяцев беременности – это пренатальный период, когда формируется наше тело и наши привычки, формируются внутри тела мамы. То, что кушает мама, кушает ребеночек. То, что чем болеет мама, болеет ребеночек. Вся микрофлора мамы передается ребенку вместе с кровью. То есть, когда ребенок находится внутриутробно, то плацента, к сожалению, не фильтрует. Яйца глистов и споры грибов – это все проникает через плаценту и буйным цветом прорастает в теле развивающемся ребенка. Все нервные импульсы, которые испытывает мать, то есть, если она злится, если она плачет, если она расстроена, это все автоматически испытывает ребенок. Это все записывается на подсознательные программы. У нас формируется нервная система в пренатальном периоде. Мы за 9 месяцев проходим огромный этап развития. И к рождению ребенок уже имеет набор рефлексов, не только инстинктивных, но и выученных, которые выучил он вместе с мамой. То есть, в той обстановке, в которой живет мама, в этой обстановке растет ребенок и формирует свои будущие привычки. Эти привычки формируются за 9 месяцев развития, формируются нейронные цепи, которые у нас отвечают не только за инстинкты, но и за наше поведение, за наш характер, за наши пристрастия какие-то. И когда мы рожаем ребенка, это уже личность. Это уже процентов, не скажу точно на сколько, но достаточно на большую часть, это уже сформированная личность. И до 3 лет личность полностью формируется. Все, что после 3, это все переделывание, то есть это работа над ошибками. Поэтому ребенок формируется до 3 лет. Все его привычки, характер и многое-многое другое формируется до 3 лет. Вот перинатальный период очень важный, да, потом он рождается, мы начинаем уже что-то переделывать. Что-то мы переделать уже не можем. То есть, если мама, пример говорю про себя, да, то есть мой первый ребенок, я кушала всю беременность, я кушала чебуреки. И переделать ребенка очень непросто. У меня старшая девочка, она постоянно работает над собой. То есть мы чистились, мы работаем, она все мои ролики монтирует. То есть это ребенок, который пропустил всю информацию, которую я даю, да, через себя. Она знает, как надо. Она работает над собой. Она работает над своим питанием. Да, она может не кушать долго, там, сутки, двое, трое, там, максимум у нее, по-моему, 15 дней. Она может не кушать, но когда она возвращается к питанию, так или иначе ее тянет на те продукты, которые я ела во время беременности. И это далеко не фрукты с овощами. Она себя приучает, что нужно кушать правильно, да, то есть она себя настраивает. Так же, как каждый из нас, у нас есть программы, да, над которыми мы не можем почему-то взять контроль. И эти программы, они в том числе формируются пренатально, внутриутробно. Это, ну, не единственная схема формирования наших подсознательных программ. Программы формируются, то есть пренатально, и программы потом формируются первые три года. А потом это все только переделывается. То есть все, что после трех лет, это все работа над ошибками. Это мы пытаемся переделать уже связанные нейронные сети, связи. У нас вся информация записывается в нервных клетках, эти нервные цепочки. Мы потом над этим всю жизнь работаем. Наша задача – работать над этим. То есть у меня есть большой опыт работы с детками. Детки уже рождаются, они не стерильны, как нам говорят врачи, они не стерильны, кишечник имеются. Нет, у них кишечник заселен. И заселен чем попало. То есть он заселен тем, чем заселена мама была. И вся вот эта вот прелесть, буйным цветом расцветающая в маме, она потом буйным цветом расцветает в ребеночке. Поэтому ребеночки у нас, когда приходят с роддома, они жутко кричат от колик. Потому что у них нет симбиотной микрофлоры. У них там листы, грибки и стафилококк. Почему стафилококк? Потому что во всех роддомах у нас буйным цветом цветет стафилококк. И детки кричат из-за того, что у них болит животик. У них нечем переваривать материнское молоко. Оно не усваивается. И детки поэтому висят на сисях у мамы сутками, потому что они не наедаются. Потому что у них это все проходит транзитом через кишечник. Что мы можем с этим сделать? Мы можем помогать своим детям. У нас по деткам есть программа детская. Очищение. Детки у нас проходят программу с года и до. С 12 мы берем на взрослую программу. То есть с года и до 12 у нас есть детская программа, которой можно воспользоваться. Программа хорошо себя зарекомендовала. То есть мы там очищаем организм ребеночка и заселяем потом симбиотной микрофлорой. Что мы можем сделать? То есть деградация тела начинается уже здесь. То есть ребенок родился, он уже родился нездоровым. Сейчас очень многие болезни молодеют, потому что быстро зашлаковывается организм родителей. Очень рано. И не надо думать, что ответственность лежит только на матерях. Отцы, они тоже передают прежде всего свой генетический материал детям. И этот генетический материал может нести информацию, которая будет раскрываться потом в теле болезнями. То есть если отцы не следили за своим здоровьем, то это все передается на генетическом уровне ребенку. Поэтому на отцах лежит такая же ответственность, как и на матерях.